Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем спортивно-игровом канале Росфорпес. И, как вы уже догадались по названию, в интернете идет такая тема. В основном ее там Романус развивает, еще какой-то парень на него похожий. По теме энергетиков и безалкогольного пива. Но, так как я живу в Удмуртии и у нас на местном уровне продажи энергетических напитков запрещено на нашем местном уровне в Удмуртии, то насчет безалкогольной продукции, например, безалкогольного пива, у нас такого запрета нет. В принципе и хорошо, потому что вот это безалкогольное пиво, оно даже не вреднее, чем квас. Ну, я, конечно, не эксперт, но мне так кажется, потому что в квасе больше 1% в среднем. А в пиве безалкогольном, ну вот, в данном обычно 0,5, специально делают 0,5, чтобы не нарушать законодательство. А здесь у нас, так, а здесь у нас 0,3. Так, фиксируйся, пожалуйста. Вот, здесь у нас 0,3. Ну, Amstel, я впервые купил его. У нас, а вот в видеороликах показывают, что там бабульки даже собачьи, из-за того, что вот алкаши и там все дела. Вот, а я зашел чисто вот в магнит. Так, а почему у меня не фиксируется? Алло, вот, вот там магнит, зашел, ну, мне просто там женщина, вот я еще сухарики взял. Сегодня просто Рубин играет, вот, против Динамо, Рубин чемпион. Вот, она чисто посмотрела безалкогольное, да, безалкогольное, все, и взяла, продала. То есть, вот так вот все просто. Конечно, зависит от кассира, ну, кондуктора. Потому что если кондуктор быдло, то, ну, сами знаете, законы на него не действуют. И там только если администратор, ну, в крайнем случае полиции, но оно вам надо, нет. Ну, в принципе, вот я уже. Я купил впервые, честно, признаюсь. Безалкогольное пиво, это мое первое. Вот, не знаю, как на вкус. Это даже не просто пиво, а это чисто газировка. Потому что там, во-первых, 0-3. Во-вторых, там со вкусом лимона. Ну, просто что в футбол не скучно было смотреть. Вот, как только начнется матч, я открою и затащу, так сказать, этот вкус. А, и да, хотелось бы сказать, так как у меня спортивный игровой канал, связанный со спортом. Кстати, иду только что с турничков. Вот. Кстати, будет видео насчет норматива спортивных. Правда, когда снег сойдет. Вот. Насчет спорта. Ребят, не злоупотребляйте. Ну, конечно, я вам не буду говорить, что можно, нельзя. Это вы уже без меня все знаете. Я вам просто скажу, не стоит злоупотреблять. Потому что те, кто часто пьют алкогольные напитки, они спиваются. Поэтому я вам не рекомендую ваше право, что делать. Можете хоть в грязи лежать свиньей. Но это, еще раз смотрю, ваше право. Ну, а я вам, чуть не умер, я вам этого делать не рекомендую. Ну, просто вдруг старшее поколение посмотрит данное видео и скажет. О, молодежь, чему ты учишь, детишек? Вот, посмотрят, так скажут. А тут я, в принципе, показал, что на самом деле можно. Я вот вам даже выдержку из закона. По-моему, это федеральный закон номер 171, изданный в 95-м году. Ну, он действующий. Так что, не, не. Кстати, если энергетики еще какой-то вред наносят, то я повторяюсь, алкогольное пиво, безалкогольное пиво нет. Алкогольное, да. Даже если трехпроцентное, оно уже, его нельзя продавать, потому что там минимальный хоть какой-то вред. А тут ни на мочеполовую систему, ни на мозг ничего. Кстати, есть история, безалкогольное пиво было придумано для того, чтобы те люди, которые по каким-то причинам не могут пить его, ну, там, например, на работе, там, дальнобойщиками туда-сюда рулят, крутят баранку, и они очень долго в дороге, но что-то пиво-то пить хочется, поэтому вот и изобрели это. Можете посмотреть выпуск Галилео, Галилейка-то, ну, на эстейсе шоу, там все подробно рассказывается, то, что там алкоголь выпаривается, и выходит чистое пиво, но вес, ну, не чистое, не светлое, темное в смысле, а просто пиво. Вот, и там, типа, выпаривается алкоголь. Очень, кстати, интересно было посмотреть через маленькие эти, через маленькие трубочки. Ну, в общем, вот, еще раз вам показ. А, может быть, вы скажете, что мне купил какой-то дяденька. Нет, я думал, кстати, будем мы с продавщицей спорить, но нет, вот я купил, показываю. Кириешки маленькие, но, типа, дорого, поэтому 10% НТС на кириешки, и что примечательно, вот этот пивной напиток, во-первых, там была скидка по 49, а они вот меня так обманули, можно сказать. Ну, я уже не буду туда возвращаться, на еще 10 рублей. И НТС на безалкогольное пиво, он выше, чем на кириешки. Что? Ну, чисто заплатил налог, чисто такой, чилю, е, бэби, тэ, ну, вы поняли, да? Чисто заплатил налог Мишустину, сразу такой спокойный, вышел из тени, е, ну, вы поняли. Вот, еще раз говорю, мои рекомендации, не стоит злоупотреблять алкоголем, безалкогольное пиво может, кстати, я даже сниму обзор, ну, а почему нет, ну, не рекламный, конечно же, скажу. Ну, если фигня, то фигня, вот. А алкоголь я, вот, скажу вам честно, никогда не пил. Вот, возможно, скажете, типа, ну, не верим, мы там уже в 14 лет у нас и секс, и алкоголь, и наркотики, а ты там в 17, кстати, почти 18 лет не пил. Нет, я пробовал, но не пил, не напивался, и вам, еще раз повторяю, рекомендую, вот. Все, старшему поколению привет. Все, всем пока, просто, ну, чисто монтировать видосы неохота, поэтому вот такой лайтовый сегодня вам снял. В общем, все, всем пока, идем болеть за рубин, выиграть Динамо, 100%.